Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. С нами на связи. Приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Вот действительно, на самом деле, знаете, как благодаря марафону Freedom мы следим и интересуемся, да, что происходит в той или иной стране. А страны Латинской Америки достаточно сегодня для Украины тоже важны в контексте интенсификации дипломатических отношений. Вот в отношении Аргентины. Ну, напомню нашим зрителям, 10 декабря, хотелось сказать, грудня, 10 декабря Хавьер Милей как раз инаугурационные процессы пройдут и станет президентом. Но исходя из того, что я сейчас немного сказала и в сюжете было, хотелось бы от вас более, Виталий, в первую очередь, да, все-таки, не забываем, и первый вопрос для себя хочу понять. Что теперь ожидать Аргентине и аргентинцам от нового президента? Это первый вопрос. Очень веселые, турбулентные времена. Милей, да, он победил. И это свидетельствует о том, что в Аргентине есть кризис так называемого пиранизма, который исторически главенствовал в политической системе Аргентины. Есть правые пиранисты, которые себя возводят к правой части доктрины Перона. И это лидер Аргентины в свое время. И левая часть, которая также себя называет пиранистами и есть наследниками левой части программы Перона. И вот борьба между правым центром и левым центром, она обуславливала всю историю политической жизни Аргентины с 90-х годов. Ни к чему хорошему это аргентинский народ не привело. Да, в последнее время 150% инфляции, ухудшение отношений с многими экономическими игроками не только в регионе, но и в мире. И аргентинская экономика проседала из одного из флагманов Латинской Америки. И даже претензии на определенное субригинальное лидерство. Сейчас экономика Аргентины находится не то что в кризисе, а я бы сказал даже в определенной мере стагнационные причины. И стагнационные какие-то маркеры уже прослеживаются. И был кризис политических сил, которые представляли этот левый и правый пиронизм. Правый центр и левый центр. Кишнер, бывшие президенты, муж и жена несколько раз избирались, создали систему продуцирования и поддержки своей власти. Перераздули бюджетный сектор и социальные выплаты. Возник так называемый новый класс получиновников, полуобщественных служб, которые получали деньги за то, что просто были. Члены профсоюза получили надбавки за то, что они являются членами профсоюзом. И эти профсоюзы были основой левого центра, основой кишнеризма. В конце концов, это обещание и реальная жизнь, она как бы разрушила консенсус, выбор между правыми и левыми пиронистами. И дала возможность Хавьеру Милею победить как альтернативному варианту и левым и правым. Но есть один нюанс. Дело в том, что в парламенте и на уровне провинции, а Аргентина является федерацией, основу местной власти и основу парламента – это как раз не его партия. Во время первого тура были парламентские выборы в Аргентине, и его политическая сила получила в Сенате всего 8 голосов. Ему придется блокироваться с правым центром, с партией Макри, бывшего президента Аргентины. Не то, что был сейчас, а то, что был с 2015 года. И правый центр будет выдвигать некие свои требования к Хавьеру Милею. И поэтому, когда мы говорим о его обещании ввести доллар вместо ПЭСа, я думаю, что ему это не удастся, потому что правый центр ему этого не позволит. Кроме того, уже сейчас Хавьер Милей отказывается от ряда своих обещаний, таких как приватизация, образование и медицины. Он уже говорит о том, что поскольку это регулируется законодательством провинции, и они находятся под контролем провинции, соответственно, президент не имеет достаточных полномочий, чтобы реализовать этот план. Он будет, конечно, пропагандировать, будет пытаться инициировать некие общественные дискуссии, но он своим декретом не собирается ничего приватизировать, да и не удастся ему это сделать. Поэтому уже несколько шагов назад уже происходят, уже какие-то действия есть. В целом у Милея может быть такое, что большинство его идей, которые позволили ему победить, ввиду того, что его политическая сила не получила поддержки на парламентских выборах и на местных выборах, а на местных выборах еще два года, то реализовать даже какую-то знаковую часть для своих избирателей, своей программы будет очень сложно, если вообще будет возможно. Хотя во втором туре правоцентр партии Макри поддержала Хавьера Милея, противовес левым, чтобы не допустить победы левого кандидата. И есть шанс, что будет создана коалиция между правым центром и партией Милея. Кроме того, вице-президентом у Хавьера Милея становится Виктория Вильдя-Руэль. Это достаточно известный правый, я бы сказал, такой палеоконсерватор, который защищает деятелей так называемой грязной диктатуры, грязной хунты в Аргентине, участников переворота, военной хунты в 70-х годах. И с ней связывают наиболее непопулярные действия, как раз направленные на консолидацию Милея с крупным бизнесом, снижение налогов, снижение количества бюджетников, реструктуризация экономики, отказ от господдержки ряда секторов, с приватизационными инициативами. Она будет это реализовывать. И вот есть такой парадокс, что с одной стороны эльбертарианец, как бы защитник свободы, а с другой стороны консерватор, причем таких достаточно правых взглядов, выступающих за запрету абортов, пересмотра политики в отношении сексуальных меньшинств, за наказание участников левых инициатив и партизанских движений во время хунты. Она обвиняет их в терроризме. И преследование политиков, которые были во время режима Киршнер. Поэтому будет достаточно сложно реализовывать вот эту специфичную политику, повестку Милея. Что касается внешней политики, он уже заявил, что не собирается плясать под дудку левого окружения Аргентины. В первую очередь, я имею в виду Лулу, президента Бразилии и других лидеров Латинской Америки, левых политических взглядов. В Аргентине есть некий идеологический такой парадигма рассматривать левое движение как единоцелое для всего Латинской Америки. И построение политической программы и риторики у Милея как раз направлено на то, что мы не будем общаться с левыми президентами. Я не собираюсь вступать в никакие интеграционные объединения Латинской Америки под левым флагом. Мы откажемся от поддержки, политической поддержки Венесуэлы и Боливии. Мы не будем участвовать в блоке Альба и других левых проектах. В то же время он собирается перезапустить отношения с Соединенными Штатами, которые явно просели во время левого президента. Он, да, он трампистом себя называет, позиционирует себя как трампист и не будет ориентироваться на американского кандидата, если это будет Трамп, то на Трампа. Он говорит о поддержке Израиля в первую очередь, и это связано и с деятельностью его вице-президента Виктории, потому что она много делала для скрещивания левого терроризма с Хамасом и исламскими фундаменталистами. Поэтому она открыта произраильская за перенос посольства Аргентины в Иерусалим и Столярива, что хотят, кстати, на Таньяху. В отношении Украины здесь есть определенное «но». Я бы сказал, что не следует надевать розовые очки. Да, Милей заявлял, что он поддержит Украину, что он выступает против агрессии России, против Украины. Он, скорее всего, Аргентина присоединится к новому ряду санкционных мер. Но в то же время, во время одного из интервью, Милей заявил о том, что если компании будут иметь выгоду от торговли с Китаем и с Россией, то он, как президент, не будет создавать чрезмерных препятствий этому. Поэтому это очень важно. И здесь мои инсайдеры в Аргентине говорят о том, что он смотрел и на позицию украинской диаспоры в Аргентине и хотел, чтобы она его поддержала. Используя этот шаг с флагом и другие проукраинские месседжи, украинцы, кстати, поддержали. Вторая волна миграции, первая волна миграции поддержала частично Милея. И это важно. Поэтому проактивная позиция украинских иммигрантских организаций в Аргентине будет способствовать тому, чтобы подталкивать Милея и его окружение к более последовательной проукраинской позиции и более последовательной проантироссийской. Российская пропаганда очень сильна сейчас в Аргентине. И во время кампании многие сторонники членов штаба Милея говорили, что было просто вторжение огромного количества ботаферм. И испанноязычная Russia Today работала на левого кандидата. Виталий, а скажите, если мы говорим в целом о голосе Аргентины в плане поддержки, на которую мы рассчитываем, от глобального юга, насколько эта история или ситуация изменится? В целом, как глобальный юг, и в частности на уровне голосования в организации объединенных наций, или в рамках вот этих, как вы сказали, интригационных процессов, которые, скорее всего, с Милеем, но они не пойдут так быстро, как на то, возможно, рассчитывали. Или та же Россия, или та же Китайская Народная Республика, если мы говорим о таких организациях, как БРИКС. Я думаю, что быстрых разрывов отношений с Китаем и Россией не последует. Но то, что будет охлаждение с Россией, это точно. С Китаем, я думаю, что возникнут определенные кризисные ситуации. Милея собирается закрыть Нерад экономических проектов, где китайцы присутствуют. То есть там будут тоже политические осложнения. Но полного разрыва, отказа от сотрудничества, изгнания Газпрома из Аргентины, этого, к сожалению, вряд ли произойдет, потому что за российским присутствием есть и правоцентристы, и левоцентристы. А голоса правоцентристов важны для Милея при проведении голосования в парламенте. Поэтому он будет на них смотреть и учитывать их позицию. И здесь, скажем так, да, БРИКС, он, скорее всего, не поедет ни на саммиты, не будет принимать участие в этом объединении, ну, как президент. Но в то же время инстанционально Аргентина будет оставаться в членах БРИКС. Это надо понимать. Виталий, а если мы говорим, знаете, о, в целом, отдельных, отдельный трек, да, отношений между Аргентиной и Украиной, да, как в дальнейшем он может, этот трек, развиваться, по вашему мнению? Ну, необходимо помнить, что Аргентина является нашим конкурентом на сеткохозяйственных рынках. И мы конкурируем по ряду экспортных позиций по зерну, по кукурузе, по много разных вещей, в том числе на европейских рынках. Наши позиции при кризисе зерновом занимала как раз Аргентина. Поэтому здесь они нам частично конкуренты. С другой стороны, Аргентина, ну, вряд ли сможет поставить нам вооружение, потому что ситуация с трудными силами Аргентины очень, ну, они не в лучшем виде и сами требуют модернизации собственных вооруженных сил. Если говорить о боеприпасах, скорее всего, Аргентина может пойти на уступки. Если говорить о голосовании в порядке важных для Украины позиций, в том числе и озвучить позицию от имени страны глобального юга, они это будут, Милэ это может сделать и, скорее всего, будет делать. Но правый и такой крайне правый либертарианец, президент в Аргентине вряд ли повлияют на повестку общего глобального юга и даже Латинской Америки. Потому что его приход к власти воспринимается как вызов для всего левой среды Латинской Америки. И как раз многие его соседи будут вести себя с точностью наоборот. Если он будет проамериканский, они будут про кубинский, про китайский, про российский. И так складываются отношения на континенте. Да, ну действительно, 10 декабря на самом деле не за горами. Как Хавьер Милей будет менять Аргентину? Иногда складывалось впечатление... Это большой вопрос, это очень большой вопрос. Из бензопилой на сцену выходил. Да много всего было. Я думаю, что предвыборная кампания запомнится. Запомнится ли правление, как он сам себе задавал вопросы, на них отвечал, как он задал этот вопрос, в чем разница между сумасшедшим и гением. И сам же ответил, в успехе. Насколько будет успешным его правление или неуспешным. Наверняка это аргентинцы сами заметят уже там и в ближайшее время, как эти процессы будут меняться. Тут главное, в этом контексте посмотрим как раз, как изменяться будет и возможно более интенсифицироваться дипломатические отношения Украины с рядом стран Латинской Америки, вот Аргентины в частности. Виталий, вам огромное спасибо. Обязательно увидимся, обязательно продолжим наше с вами общение. Зрителям напомню, Виталий Кулик, директор Центра исследований про проблем гражданского общества, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.